Саммит религиозных лидеров соберет в Баку представителей различных конфессий. Несмотря на разнообразие взглядов, разночтение текстов, духовные лидеры из разных уголков земли намерены обсудить общие проблемы с задним столом. Подобные мероприятия в Азербайджане уже приняли традиционный характер, ведь на протяжении столетий в атмосфере дружбы и братства, как одна семья, здесь жили представители разных религий. Азербайджан имеет специальную роль именно в том, что и пример религиозных лидеров, и общество в целом. Хорошие отношения, которые на протяжении веков здесь сложились, что Бог, а Бог здесь мирным образом существуют и живут, и представители большинства, мусульмане, и евреи, и разные группы христианских, христианские общины, что пример Азербайджана важный и особенно привлекательный в это время, когда в некоторых, например, европейских странах говорится, что мультикультура провалилась, что невозможно или сложно вообще, чтобы люди с разным мировоззрением могли сосуществовать вместе. Участие во встрече примут представители более 70 государств пяти континентов, более 25 традиционных религий и религиозных течений, а также около 500 высокопоставленных представителей до 10 авторитетных международных организаций. Саммит приурочен к 70-летию председателя управления мусульман Кавказа, шейха Улислама Аллах Шекюра Пашазаде, и 40-летие его пребывания в должности председателя УМК. Вот в этом году проходит юбилей нашего досточтимого шейха Хазрат Али, Аллах Шекюра Пашазаде, ему 70 лет исполняется, и он пользуется во всем мире огромным уважением. Этот человек стоял у самых истоков образования суверенного Азербайджана, этот человек сделал все, чтобы в Азербайджане ни в коем случае не возникли ни межнациональные, ни межрелигиозные конфликты. И действительно, сейчас Европа, сейчас Запад, Соединенные Штаты учатся у нас. Они учатся у нас, как могут сосуществовать, сотрудничать и вместе решать свои проблемы разные религиозные направления. В мире продолжаются попытки настроить друг против друга людей разных вероисповеданий, что в итоге перерастает в крупные конфликты. Именно поэтому одной из тем обсуждения предстоящего саммита в Баку будет борьба против терроризма, агрессии, ксенофобии, сломофобии, антисемитизма и христианофобии. Религиозные лидеры должны вновь продемонстрировать приверженность братскому миротворческому диалогу, отмечает епископ католической церкви в Азербайджане Владимир Фикета. Экономические решения приводят в какой-то тупик, что развивается больше и больше очагов недоверия или прям конфликтов. И с той точки зрения роль религии значима. Мы не можем одним словом решать или заставлять людей, но можем говорить, что мы все дети одного Творца. А если есть и разницы, а если есть и какие-то пункты соприкосновения, в которых возникают трудности, надо эти трудности разобирать мирным путём. В открытии саммита религиозных лидеров мира примет участие также патриарх московский и всея Руси Кирилл. В рамках визита предстоятель Русской Православной Церкви также совершит малое освящение Кафедрального собора святых жен мироносец города Баку. Это уже не первый визит патриарха в Азербайджан. Он довольно-таки давно и плотно сотрудничает с шейхом. Более того, у них очень дружеские отношения. Ему нравится Азербайджан, он очень любит Азербайджан. Он всегда говорит, что Азербайджан может являться примером для любой другой страны СНГ, где Православная Церковь. Азербайджан действительно является примером к сотрудничеству и взаимопониманию между различными конфессиями. Духовные лидеры Баку на собственном примере продемонстрируют своим общинам, как должно проходить цивилизованное общение с людьми иных верований и убеждений. По итогам саммита планируется принятие Бакинской декларации. Шовистам Аммедов, Уфат Оликперов, CBC.